МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я хотела узнать, что такое радиация и как она влияет на окружающую среду. Десногорские атомщики развивают экологическое образование. Здесь, в этой банке, находится 61 номер для вашего выбора. Конкурс караоке «Поющие сердца». На российских АЭС такой оборудование еще не применялось. У нас есть специалист по дизелю из Калининской, приехал. Он просто поражен этой машиной. На Ленинградской АЭС готовят к физическому пуску первый энергоблок. А теперь об этих и других событиях подробнее. 22 мая состоял 44-я сессия Десногорского городского совета. Сколько вопросов было рассмотрено депутатами и какие из них наиболее важные, вы узнаете из нашего первого сюжета. На повестку дня было поставлено шесть вопросов. Первым, что заслушали депутаты, это доклад начальника финансового отдела администрации об исполнении бюджета за 2016 год. Отчет главы администрации о результатах его деятельности и деятельности администрации был признан единогласно удовлетворительным. Третьим рассмотрели вопрос о внесении изменений в устав муниципального образования. При единогласном решении всех депутатов, нежилой городской фонд в третьем микрорайоне был передан безвозмездное пользование казачьему обществу. А в общеобразовательных организациях нежилой фонд передан под медицинские кабинеты. Подробно с этими и другими решениями городского совета можно ознакомиться на официальном сайте администрации в разделе «Решения горсовета», а также в городской газете «Десна». Теперь десногорцы смогут сдавать экзамены на права только в Рославле, либо в Смоленске. С 23 мая в области закрыли четыре регистрационных подразделения ГИБДД. У нас в городе, в Починке, Демидове и Ярцеве. Дело в том, что не созданы все условия для приема экзаменов по новым требованиям. У нас в городе возникла проблема с оборудованием площадки в соответствии с требованиями документов и отсутствием здания для приема экзаменов. 12 экологических исследовательских работ представили учащиеся и учителя образовательных учреждений Десногорска на ежегодной научно-практической конференции с АЭС «Экология региона». Организатором мероприятия выступила Смоленская АЭС совместно с Комитетом образования города. Эта конференция – значимое мероприятие по экологическому просвещению. Она помогает школьникам развить основы знаний по экологии, сформировать будущие профессиональные ориентиры, а педагогам обменяться опытом работы, выявить одаренных детей и помочь им самореализоваться. У наших образовательных организаций ведется, естественно, работа по экологическому направлению. Это приобщение детей к участию в проектной и исследовательской деятельности в экологическом направлении. Это обмен опытов педагогов в рамках работы по экологическому направлению. Большую лепту в экологическое образование вносит Смоленская АЭС. Специалисты-атомщики всегда рады встрече с детьми. Вот и в этот раз об обеспечении радиационной и экологической безопасности на Смоленской АЭС участникам конференции рассказал заместитель начальника ОРБ Сергей Барауля. На предприятии также организуются для школьников экскурсии, проводятся профильные уроки, олимпиады и конкурсы в школах, работает интерактивный зал. Поэтому количество участников экологической конференции с каждым годом растет. Впрочем, как и качество представленных на ней работ. В основном в этом году больше всего было представлено работ по исследовательской деятельности. Я хотела узнать, что такое радиация и как она влияет на окружающую среду. И теперь я могу с точностью сказать, что Смоленская АЭС – самое экологически безопасное место в Смоленской области. Опытом организации экологической работы с учениками на конференции поделились с коллегами-педагоги. Учитель географии школы номер 2 Елена Макарова и учителя химии Елена Нестерова школа номер 3 и Наталья Павлюченко школа номер 2. В своих выступлениях каждая отмечала значимость воспитания у школьников экологического мировоззрения. В Савеевском поселении скоро будет отремонтирована дорога. Жители деревни обратились с жалобой в Общероссийский народный фронт. Представители дорожной инспекции пообещали жителям разобраться с ситуацией. Пока же положительное решение есть только по небольшому участку дороги, который долгие годы был бесхозным и полностью разрушился. В этом году этот участок передали на баланс одного из соседних поселений. И на его ремонт из регионального дорожного фонда уже выделено 610 тысяч рублей на подготовку проектно-сметной документации. А это значит, что в скором будущем асфальт появится. В рамках фестиваля, посвященного памятной дате первого упоминания салюта на Руси, в областном центре состоялась военно-историческая реконструкция. На склонах у башни Смоленской крепости Орел собрались около сотни реконструкторов из нескольких военно-исторических клубов России и Белоруссии. Они воссоздали сражения советской и немецко-фашистской армии в ходе операции по освобождению Смоленска в 1943 году. Зрители увидели пехоту, артиллерию и военную технику 40-х годов. Дополнительной реалистичности происходящему добавили профессиональные пиротехники, создавшие эффект реальных залпов и автоматных очередей. Программу военно-исторического фестиваля завершил яркий фейерверк. 17 мая в реабилитационно-оздоровительном и досуговом центре Смоленской АЭС прошел конкурс караоке «Поющие сердца», который проводился в рамках фестивального движения «Моя семья, моя САЭС» и посвящен он был 35-летию пуска первого энергоблока Смоленской АЭС. Все, кто не может жить без музыки и песни, кто поет всегда и везде, смогли посоревноваться в вокальном мастерстве. В музыкальном состязании приняли участие 11 исполнителей, работники Смоленской АЭС, подрядных организаций и ветераны атомной отрасли. Конкурс проходил в два тура. Сначала участники выступили с визиткой, исполнили заранее подготовленные любимые песни. Всех тронула патриотическая композиция ведущего инженера ОИПП Елены Спасовой. Над миром вновь бушует светлый май. Зарядили бодрой энергетикой нарядные хиты «Галина» в исполнении Михаила Яшина и «Бабье лето» Любови Комаровой. И, конечно, приятно удивили более сложные англоязычные произведения проникновенная композиция «Анчейд Мелоди» из фильма «Привидения» с исполнительской изюминкой от ведущего инженера управления блоком Андрея Моисеева и «You lost me» от Юлии Полищук, которая силой голоса превзошла оригинал Кристину Агилеру. Более сложным стал второй этап – слепой выбор песни и ее исполнение в караоке. Если для конкурсантов Людмилы Хариной, Веры Корнеевой и Ирины Кондрашовой этот конкурс стал дебютом, ранее их певческий талант оценивали только семьи и друзья, то Татьяна Маневская с песней «Орликина» и Андрей Моисеев с песней «На побывку едет молодой моряк» выступили так ярко и оригинально, что вполне смогли бы составить достойную конкуренцию звездам эстрады. Талант участников оценивала компетентная жюри. По итогам конкурса поющие сердца звания лауреата первой степени удостоены Любовь Комарова и Андрей Моисеев. Лауреата второй степени – Михаил Яшин и Татьяна Маневская. Лауреата третьей степени – Елена Спасова, Юлия Полищук, Ксения Макарова и Тамара Аникина. Все остальные участники награждены почетными дипломами. Также все без исключения конкурсанты получили призы от профсоюзного комитета САЭС. Бокальную эстафету взрослые передают детям. 2 июня состоится детский конкурс «Караоке-караолька». Новости спорта. Под Смоленском прошел российский «Азимут». В нем принимают участие профессиональные спортсмены и любители от 8 лет. Задача у всех одна – максимально быстро пройти двухкилометровый маршрут, не пропустив контрольные пункты. В зависимости от возраста и уровня подготовки, их количество варьируется от 10 до 20. В нашей стране российский «Азимут» проводится с 2006 года. Тогда же к участию в этом массовом состязании подключилась и Смоленская область. Все это время интерес к спортивному ориентированию среди смолян неизменно растет. В этом году участие приняли около тысячи смолян. Призовые места распределились в основном среди уже опытных спортсменов. В областном центре впервые стартовал чемпионат России по легкой атлетике среди лиц с пораженным опорно-двигательным аппаратом. В Смоленск приехали более 300 спортсменов из 45 регионов страны. По словам организаторов, такими массовыми подобные соревнования еще никогда не были. В программу чемпионата России всероссийских соревнований были включены бег, прыжки в длину и высоту, а также метание диска, копья, клаба и толкание ядра. Многие из участников соревнований попадут в сборную страны. Помимо этого, среди пара олимпийцев разыгрывались награды Министерства спорта, почетные звания, медали и дипломы. И в завершении выпуска новости Росатома. На Ленинградской АЭС-2 начался очередной этап подготовки первого энергоблока к физическому пуску. На холостом ходу прокручен первый из четырех дизель-генераторов резервной дизельной электростанции. Это не запуск космического корабля и не последние секунды финала Чемпионата мира по хоккею. Это первый этап испытаний дизель-генераторной установки на Ленинградской АЭС-2. Внимание десятков людей, которые участвовали в монтаже и наладке данного оборудования, приковано к процессу, который невозможно увидеть. Его только очень хорошо слышно. Раскутка на воздухе, так что всех просим отойти в максимально далекое расстояние. Причин такого ответственного внимания к испытаниям дизель-генератора несколько. Во-первых, эта установка – важнейший элемент системы аварийного энергоснабжения атомной электростанции. Во-вторых, на ЛАЭС-2 устанавливают совершенно новое оборудование. На российских АЭС такого оборудования еще не применялось. У нас есть специалист по дизелю из Калининской приехал. Он просто поражен этой машиной. Мощность новой дизель-генераторной установки более 6 мегаватт. Этого достаточно, чтобы в случае аварийной ситуации обеспечить электроэнергией все технологическое оборудование АЭС для перевода реакторной установки в безопасное состояние. Дизель-генератор запустится через 15 секунд после полного обесточивания и благодаря запасу топлива в 90 тонн в подземном хранилище сможет бесперебойно проработать в течение 72 часов. Мы провели очень серьезный конкурс перед этой закупкой. Конкурс был как технически очень серьезный, так и в плане цены. Машина была испытана на стенде, в присутствии представителей заказчика. Машина показала себя очень хорошо в работе. Защищенность от обесточивания – это основная проблема большинства АЭС в случае аварии. Но российские атомные станции, в том числе Ленинградская, с этой точки зрения являются эталоном безопасности. И дело не только в современном дизель-генераторном оборудовании. Разработанная специалистами Росатома глубоко эшелонированная защита реакторной установки, состоящая из активных и пассивных систем безопасности, по праву считается самой передовой в мире и позволяет эксплуатировать АЭС с минимальными рисками. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин